Сахалин Сахалин Познакомившись, вы сразу почувствуете ту гордость, с которой сахалинцы говорят о своей островной земле. Сахалинцы народ подвижный, обычно ездят далеко в отпуска, по всей стране. Вот ездим, смотрим, сравниваем, выбираем. Вот поездишь и возвращаешься сюда с удовольствием, домой, на Сахалин возвращаешься. Бывает, выходишь на берег моря, смотришь на него, и как-то оно не воспринимается, как вот, ну что ли, преграда какая-то, барьер, который отделяет остров от материка. А наоборот, это свое море здесь, свои сахалинцы, рыбаки, моряки работают. Это, в общем, дорога, которая связывается с материком. Кругом море, а в середке горе. Вспомните, да? По-моему, сейчас не найти ни одного человека, который бы прибыл с материка, посмотрел бы наш сахалин, сказал бы, хотелось бы бежать отсюда. Наоборот, многие приезжают сюда на три года поработать, так, три года проходят, еще три года, три, и остаются насовсем. Одна из особых примет Сахалина связана с именем Чехова. Улица Чехова. Школа имени Чехова. Пик Чехова. Город Чехов. Областной театр имени Чехова, в котором идет пьеса о пребывании Антона Павловича на острове. Стоп, 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 стоп. Так, ну, давайте немножко разберемся. Значит, в общем-то, не помня, с какими трудами Антон Павлович прорывался на Сахалин, не помня, почему именно эта поездка была на Сахалин, конечно, эту сцену сыграть нельзя. Как-то в одном из своих писем он говорил о том, что вот хорошо Толстому он может написать большое произведение, у него целостное мировоззрение. Это не просто разговор был Чехова, так сказать, для красного словца. Он так чувствовал, он так понимал, тем более, что период, когда в России уже грядущие революционные события вот-вот. Нужна была какая-то просто человеческая позиция, она необходима была Чехову для творчества. Поэтому поездка на Сахалин – это прежде всего обретение себя. Почти сто лет тому назад Антон Павлович Чехов приехал на Сахалин. Он увидел такое же море и такие же волны. Но остров был тогда не цветущей землей, а мрачной каторжной колонией. О путешествии Чехова, о его книге «Остров Сахалин» рассказывается в нашем фильме. Каждое новое поколение читателей ищет свой собственный путь к пониманию произведений Антона Павловича Чехова. Путь этот и прост. Надо внимательно изучить все – прозу, пьесы, письма. И путь этот бесконечно сложен. Понять личность Чехова во всем ее многомерном объеме. В последние годы творчество Антона Павловича Чехова, как одного из классиков, что называется в повседневном обиходе. Театр, кинематограф, телевидение, радио, ну то есть самые массовые виды искусств спешат на свой лад интерпретировать его художественные наследия. Но есть в полном собрании одна книга, стоящая особняком. Ее не коснулось общее поветрие, да и читатель раскрывает ее, наверное, реже других. Это остров Сахалин. Произведение удивительное во всех отношениях. Сахалин лежит в Охотском море, загораживая собой от океана почти тысячу верст восточного берега Сибири и вход в устье Амура. Он имеет форму удлиненную с севера на юг и фигурую напоминает стерлядь. Он вдвое больше Греции и в полтора раза больше Дании. Это, пожалуй, единственный пример в истории русской литературы, когда писатель выступил в роли ученого-исследователя, решительно подавив себе билетриста. Медицина, география, зоология, почвоведение, геология, почти все аспекты социологии. Вот объем острова Сахалина. Остров Сахалин занимает особое и значительное место в истории творчества Антона Павловича Чехова. Как это ни странно, почти никто из ближайшего окружения Чехова не понял даже отдаленно цели его поездки. Билетрист Ежов Я до сих пор не понимаю поездки Чехова на Сахалин. Зачем он туда ездил? За сюжетами? Не знаю. Критик Буренин, талантливый писатель Чехов, на остров Сахалин уехал. И там, бродя меж скал, он вдохновение искал. Но не найдя там вдохновения, свое ускорил возвращение. Простая басня сей мораль. Для вдохновения не нужно ездить вдаль. Александр Чехов Кругосветный брат, дошли до меня слухи, что ты, шляясь по свету, растерял и последний у Мишка и возвратился глупее, чем уехал. Книга-издатель Суворин. Не хвались, да Стэнли далеко. Московская жизнь кажется мне до такой степени мещанской и скучной, что я готов кусаться. Мне страшно хочется спрятаться куда-нибудь лет напить и занять себя кропотливым и серьезным трудом и этим немножко заплатить своей медицине. Что я потеряю, если поеду? Время? Деньги? Буду испытывать лишения? Время мое ничего не стоит. Денег никогда не бывает. Лишения? На лошадях буду ехать 25-30 дней, не больше. Поездка – это непрерывный полугодовой труд физический и умственный. А для меня это необходимо. Надо себя дрессировать. Вы пишете, что Сахалин никому не нужен и не интересен. Будто бы это верно. Не дальше, как 25-30 лет назад наши же русские люди исследуя Сахалин совершали изумительные подвиги, за которые можно боготворить человека. А нам это не нужно. Сахалин – это место невыносимых страданий, на какие только бывает способен человек вольный и подневольный. Если я врач, то мне нужны больные и больницы. Если я литератор, то я должен жить среди народа. Нужен хоть кусочек общественной и политической жизни. Почему-то в России крупнейшие таланты, великие художники иногда в какие-то периоды вдруг ставили под сомнение, полезность, целесообразность своего же творчества и отказывались от него, имея разные цели, или погружаюсь в философию, желая понять смысл жизни, что являлось для них в ту пору самым, может быть, главным, или ради непосредственного, более плодотворного служения людям. Ну, тут можно назвать и Гоголя, и Толстого, Блока, но и ведь Антон Павлович тоже вдруг оставил свое творчество и ринулся на Сахалин. Последняя фотография Чехова перед поездкой на Сахалин. Прощайте, голубчики, уезжаю сегодня. Завтра весна, а через 10-15 дней прилетают жаворонки. Но, увы, наступающая весна кажется мне чужою, ибо я от нее уеду. Вспоминает Михаил Павлович Чехов «Я помню, как мы все провожали его на Сахалин. Была запоздалая весна. Стояли северные бледные ночи, похожие на больных ласковых женщин. Мы все собрались на вокзале. Отец, мать, Маша, я и много знакомых. Был светлый вечер, стояли, переминаясь с ноги на ногу, чувствовали, что-то еще не досказано, не находили слов говорить, а затем звонок, спешное прощание, посадка в вагон, свисток, и Антон уехал. Внимание, начинается посадка в самолет на ВИС-17, по маршруту у нас пропуск на Ярске, Южно-Сахалинске. Восемь часов полета, и вот он, край земли. Мы к этому привыкли. Но тем более невероятной кажется поездка Чехова за 11 тысяч верст в Тарантасе по разбитым сибирским дорогам. Я думаю, я думаю, что это по тому времени было грандиозно и по-своему прекрасно. В то время ехать по Сибири на Сахалин, это просто было подвигом. Не каждый мог это и делать. Я считаю, что Чехов просто совершил подвиг героический. Чехов отправился на Сахалин в счастливейший период своей биографии. Уже были написаны такие шедевры, как «Степь», «Огни». Скучная история. Со сцен множества театров нисходили чеховские выдавили. В Москве и Петербурге шумно прошла премьера Иванова. За границей выходят переводы прозы Чехова. В 1889 году ему была присуждена высшая литературная награда того времени – Пушкинская премия. Мне не нравится, что я имею успех. Обидно, что чепуха уже сделана, а хорошая валяется в складе, как книжный хлам. Нет, не то мы пишем, что нужно. «Никто, пожалуй, не гнал от себя литературную славу с такой решительностью, как Чехов. Истинные таланты, писала он, всегда сидят в потемках, в толпе, подальше от выставок. Ему претило малейшее выпячивание его имени. Он так настойчиво избегал всякой окололитературной шумихи, что потребовал от издателя исключить свою биографию и портрет из томов собраний сочинений. Она, критика, назвавшего его высокоталантливым, просто рассердилась. Никто не хочет любить в нас обыкновенных людей, а это скверно». Он отправился в путь через всю Россию не от какого-нибудь ученого комитета, не как корреспондент влиятельной газеты, а на свой собственный счет, без всяких рекомендательных писем, без подорожных и прогонных, как простой смертный. Желание уехать продиктовано было потребностью его совести. И весь труд он взвалил на себя, не желая ни покровительства, ни помощи. А что это был за труд, видно из писем Чехова с дороги. В первые три дня болели все жилы и суставы. Потом же привык и никаких болей не чувствовал. Только от ниспанья и постоянной возни с багажом, от прыгания и голодовки было кровохарканье, которое портило мне настроение и без того неважное. В дороге одет я был таким сухиным сыном, что даже бродяги косо на меня посматривали. Всю дорогу я голодал как собака, набивал себе брюхо хлебом, чтобы не мечтать о тюрьбу, спаржи и прочее. Даже о гречневой каше мечтал. Сибирский тракт самая большая и, кажется, самая безобразная дорога на всем свете. В продолжение всего года она остается невозможной. Весною грязь, летом кочки, ямы, зимой ухавы. От Тюмени до Томска нет ни поселков, ни хуторов, одни только большие села, отстоящие друг от друга на сорок верст. Не увидите вы ни фабрик, ни мельниц, ни постоялых дворов. Единственное, что по пути напоминает о человеке, это телеграфные проволоки, забывающие под ветер доверстовые столбы. После Томска проезжающие начинают брониться и усердно сотрудничать в жалобных книгах. Господа чиновники аккуратно прочитывают их жалобы и на каждое пишут. Оставить без последствий. Тяжело ехать. Очень тяжело. Но становится еще тяжелее, когда подумаешь, что это безобразная рябая полоса земли, эта черная оспа, есть почти единственная жила, соединяющая Европу с Сибирью. И по такой жиле в Сибирь течет цивилизация. Я доволен и благодарю Бога, что Он дал мне силу и возможность спуститься в это путешествие. Многое я видел и многое пережил, и все чрезвычайно интересно и новое для меня, не как для литератора, а просто, как для человека. Воевал с разливами рек, с холодом, с невылазной грязью, с голодухой, пыль во рту, в носу, в карманах. Когда по приезди в Иркутск я мылся в бане, то с головы моей текла мыльная пена не белого, а пепельно-гнедого цвета, точно, я лошадь мыл. Еду, еду, и конца не видать. Станции, ямщики, дикая природа, физические мучительства, причиняемые дорожными неудобствами, наслаждения, получаемые в отдыхе, все вместе взятое так хорошо, что я писать не могу. Вы не можете себе представить, какое одиночество чувствуешь перед рассветом ввиду близких и далеких огней. Ах, как тяжко на душе, и кажется тебе, что ты брошен в другой мир, что тебя сейчас затопчут. Как бы ни был изнурителен путь через Сибирь, душа Чехова болит и скорбит не о себе, а о скудности человеческой жизни в этом краю, полном богатств и простора. В очерке из Сибири его попутчик говорит, народ здесь в Сибири темный, бесталантный. Живешь с ними и только жиреешь без меры, а чтобы для ума ничего как есть. Жалко смотреть, господин. Человек-то ведь здесь стоящий, сердце у него мягкое, он и не украдет, и не обидит, и не очень, чтобы пьяница. Золото, а не человек. Но, гляди, пропадет не за грош, без всякой пользы, как муха или, скажем, комар. Спросите его, для чего он живет? Для чего живет человек? Чехов был миллиоратором жизни. Он не просто описывал жизнь, но жаждал переделать ее, чтобы она стала умнее, человечнее, радостнее. Для чего живет человек? Этот вопрос пронизывает все творчество Чехова, и ему подчинены так или иначе все переживания и размышления его героев. Драма произведения Чехова это всегда драма ущемленного, неполноценного бытия. Но тем внимательнее их автор прислушивается к бодрым, хотя и неясным звукам грядущего. В своей жизни я не видел реки великолепнее Енисея. Пускай Волга нарядная, скромная и грустная красавица, зато Енисей могучий, неистовый богатырь, который не знает, куда девать свои силы и молодость. На Волге человек начал удалью, окончил с тоном, который зовется песню. На Енисеи жизнь началась с тоном, окончится удалью, какая нам и во сне не снилась. Так, по крайней мере, думал я, стоя на берегу широкого Енисея и с жадностью глядя на его воду, которая со страшной быстротой и силой мчится в суровый ледовитый океан. Я стоял и думал, какая полная, умная и смелая жизнь осветят со временем эти берега. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok «Чехов видел путь к идеалу только через созидательный труд». «Если бы каждый человек на куске земли своей сделал все, что он может, как прекрасна была бы земля наша», писал Антон Павлович. Сибирь сегодня – это один из примеров такого чудесного преображения и земли, и людей. Если проследить по современной карте маршрут Чехова, мы увидим, что он проходил по тем местам, где воздвигнуты величайшие стройки нашего времени. Камский автогигант, Тюменские нефтепромыслы, электростанции на Ангарии и Несеи, Байкало-Амурская магистраль. Когда-то забитые сибирские мужики стали учеными, строителями, музыкантами, хлеборобами. Их дела и мечты удивляют и восхищают весь мир. «Боже мой, как богата Россия хорошими людьми!» Рядом с этой речкой идет дорога, по которой когда-то в конце прошлого столетия проехал Антон Павлович Чехов. Он удивлялся красоте природы, говорил, какие богатства в Сибири. Вот земля, кажется, осталась та же, климат тоже, условия те же. И вот удивляйся нашему сибирскому мужику, насколько они сильны и духом, и уверенностью. Кто знает, быть может, именно на Енисеи и Байкале Чехов острее, чем раньше познал чувства русского. К его знанию жизни прибавилось ощущение красоты, величия и необъятности просторов России. И, быть может, сами эти просторы будили мечту о миллионах новых людей, которые заселят пустынный край и явят себя мощно и прекрасно. 5 июля 1890 года я прибыл на пароходе в город Николаевск, один из самых восточных пунктов нашего Отечества. до моря до моря осталось только 27 верст, место величественное и красивое. Но воспоминания о прошлом этого края, рассказы спутников о лютой зиме и о не менее лютых местных нравах, близость к каторге и самый вид заброшенного в умирающего города совершенно отнимает охоту любоваться пейзажем. Тут кончается Азия и можно было бы сказать, что в этом месте Амур впадает в Великий океан, если бы поперек не стоял остров Сахалин. Впереди чуть видна туманная полоса, это каторжный остров. Налево, теряясь собственных извилиных, исчезает в Англии берег, уходящий в неведомый север. Кажется, тут конец света и дальше уже некуда плыть. Душой овладевает чувство, какой вероятный испытывал Одиссей, когда плавал по незнакомому морю и смутно причесывал встречу с необыкновенными существами. Темную и тяжелую массой выдается в море мыс Жонкер, похожая на крымский Аюдак. Между нами и берегом стоят три остроконечные рифа, три брата. И все в дыму, как в аду. 8 июля 1890 года пароход Байкал, на котором плыл Чехов, подошел к берегам Сахалина. Александровский пост или, короче, Александровск представляет из себя небольшой городок сибирского типа. В нем нет ни одной каменной постройки, а все сделано из дерева. здесь резиденция начальника острова, центр сахалинской цивилизации. Тюрьма находится близ главной улицы. Преамурский генерал-губернатор барон Корф прибыл на Сахалин 19 июля на военном судне Бобр. На площади между домом начальника острова и церковью он был встречен почетным караулом, чиновниками и толпою поселенцев и каторжных. 22 июля после молебна и парада был табельный день. Прибежал надзиратель и доложил, что генерал-губернатор желает меня видеть. Я отправился. Александр Николаевич Корф принял меня очень ласково и беседовал со мною около получаса. Я разрешаю вам бывать где угодно и у кого угодно. Нам скрывать нечего. Не могу только разрешить встречи с политическими. Когда Чехов еще был в пути, в резиденцию барона Корфа пришло секретное предписание из Петербурга от начальника главного тюремного управления Галкина Вразского. Поручаю вашему высокоблагородию иметь неослабное наблюдение за тем, чтобы господин Чехов не имел никаких сношений с ссыльно-каторжными сосланными за государственные преступления и с ссыльными состоящими под надзором полиции. политических катаржан на острове было немного. В основном это были члены народнических кружков и польской группы пролетариат. Имеются сведения, что Чехов все же виделся с некоторыми из них и даже принимал участие в облегчении их участи. Но в книге «Остров Сахалин» из политических не упомянут никто. Печать, как и тюрьмы, строго охранялась первым отделением. Вспомним историю. Убийство народовольцами царя Александра Второго и неудачное покушение на Александра Третьего были последним взлетом волны революционно-демократического движения России той поры. Душная атмосфера безвременья воцарилась в стране. Жандармы в голубых мундирах и сановники вшитых золотом насаждали духовный и физический террор. В те годы дальние глухие, в сердцах царили сон и мгла, победоносцев над Россией простер совиные крыла. Циркуляры первого отделения предписывали искоренять из печати малейший намек на свободу мысли. мы знаем, что эти годы были затишьем перед бурей, но многим современникам Чехова казалось, что Россия надолго погрузилась в тяжкий кошмарный сон. и вот в годы, когда малейший протест пресекался немедленно и жестоко, Чехов принялся изучать царскую каторгу. Уже сам по себе этот факт многозначительный. Уже само по себе описание свирепых, ужасающих условий жизни на Сахалине вызов сильным мира сего. Прекрасно зная, что из себя представляет цензура, Чехов облег разоблачительное содержание книги в форму беспристрастного научного анализа. Он как щит выставил цифры, выкладки, статистику, строгую документальность, которую опровергнуть было не так-то легко. Но такая форма далась ему, конечно, невероятным трудом. Я вставал каждый день в пять часов утра, ложился поздно, и все дни был в сильном напряжении от мысли, что мною многое еще не сделано. Я имел терпение сделать перепись всего сахалинского населения. Я объездил все поселения, заходил во все избы и говорил с каждым, употребляя при переписи карточную систему, и мною уже записано около десяти тысяч человек каторжных и поселенцев. Я входил в избу. Чаще всего это был небольшой сруб, крытый соломой, корьем и редко тезом. В избе одна комната с русской печью. По обстановке это не комната, а скорее камера для одиночного заключения. Чувствуется отсутствие чего-то важного, нет красного угла, нет обычаев, а главное нет родины. Дни стояли хорошие, с ясным небом и с прозрачным воздухом, похожие на наши осенние дни. Вон вдали огни, где жгут уголь, вон огонь от пожара. Вдруг фантастическая картина. Мне навстречу по рельсам, подпираясь шестом, катит на небольшой платформе каторжной в белом. Становится жутко. Кучер поворачивает лошадь, потом оглядывается на горы и огни и говорит скучно здесь, в вашем соблагородии. Этот старый одноэтажный дом хорошо знают жители Александровска. В нем останавливался Антон Павлович Чехов во время поездки по Сахалину в 1890 году. Сейчас здесь музей великого писателя. Много лет по крупицам собирал экспонаты выставки директор музея Илья Григорьевич Мироманов. Его рассказ переносит посетителей в далекое, но незабытое прошлое. Антон Павлович Чехов в своих письмах пишет, что не было ни одной самой захудалой избушки, избенки, где бы я ни был. Не было ни одного человека, с кем бы я ни беседовал. Некоторым он оказывал медицинскую помощь, поскольку он был врачом. Другим он оказывал помощь в возбуждении ходатайств различных по смягчению их участи и так далее. По возвращению с Сахалиной Антон Павлович Чехов немедленно же приступил к сбору книг, потому что книг здесь совершенно не было. Ведь он прислал сюда более трех тысяч книг в школьные библиотеки. Если стоя в фонаре маяка поглядеть вниз на море и трех братьев, около которых пенятся волны, то кружится голова и становится жутко. Неясно виден татарский берег и даже вход в бухту Декасты. Широкое сверкающее от солнца море глухо шумит внизу, далекий берег соблазнительно манит к себе и становится грустно, тоскливо, как будто никогда уже не выберешься из этого Сахалина. Глядишь на тот берег и думаешь, что будь я каторжным, то бежал бы отсюда непременно, несмотря ни на что. Несмотря ни на что. Уже работая над книгой в Мелехове, в одном из писем Чехов писал «Знаю я теперь очень многое. Чувство же привез я с собой нехорошее. Пока я жил на Сахалине, моя утроба испытывала некоторую горечь. Теперь же, по воспоминаниям, Сахалин представляется мне целым адом». Подобно Данте, Чехов построил свою книгу как кружение по трагическим кругам преисподней. Но Сахалинский ад, в отличие от Дантова, был не плодом воображения, а прозаической реальностью царской России. Книга «Остров Сахалин» неожиданно для читателя обрывается на различных статистических отчетах. А в письме к издателю Чехов пишет «Больше ничего не будет, Финис». Как будто и автор, и редактор рассчитывали на продолжение книги. Нам думается, что рассказ о ней можно закончить словами писателя из черновой рукописи. Край еще молодой, пустынный, но история уже богата. Труда и подвижничества в прошлом было много, но это еще только начало, и в будущем предстоит немало хорошей и интересной работы. Многие строки острова Сахалина обращены к будущему, то есть к сегодняшнему дню. «Жизнь» нынешнего Сахалина это главы новой книги, которую хотел бы, но не мог написать Антон Павлович Чехов. Понадобилась целая историческая эпоха, чтобы гнетущая проза Каторжного острова сменилась поэзией разумного и радостного созидания. Но как бы ни были далеки от нас страницы страшного прошлого, мы должны помнить, что написаны они ради будущего, ради нашего сегодня. Книга «Остров Сахалин. История». Гражданский подвиг Чехова – достояние на все времена. Бесконечно далек от сегодняшнего дня мир, описанный Чеховым, но как никогда близки и понятны нам идеалы писателя. Его вера в неисчерпаемые силы творческой природы человека, вера в возможность переустройства мира по законам разума и добра. Вместе с Чеховым мы повторяем его заветные слова «В человеке все должно быть прекрасно и знаем, что в этом высший смысл жизни каждого из нас». С тех времен, когда Чехов здесь побывал, Сахалин сам по себе в природном отношении не очень изменился, природа медленно меняется. И метели бывают такие же, и тайфуны заходят, и солнце не очень щедрое, иногда небо за землю цепляется, а люди другие, психология у людей другая стала. Сахалин был болью Чехова, если так говорить, по-человечески что ли, ведь эта боль заставила его совершить такое трудное путешествие сюда. Представим невозможно, если бы сейчас Антон Павлович появился здесь, то уверен, Сахалин из боли превратился бы в радость. Настолько изменилась жизнь и настолько люди сахалинцы помнят Антона Павловича. Книжные базары устраивают в Южно-Сахалинске на главной площади города. Среди множества изданий всегда можно найти книги, посвященные истории края и поездке Чехова на остров. В память о великом писателе проводят свои заседания члены Сахалинского общества книголюбов. Первая публикация Чеховского Сахалина была сделана журналом «Русская мысль» в 1893 году. В Сахалинской областной библиотеке сохранился журнал «Русская мысль» за 93-й год с публикацией отрывка из книги «Остров Сахалин». Это издание Чехова вышло в свет в Петрограде в 1918 году в самом начале года, то есть до перевода правительства советского в Москву в Кремль. Поэтому нам очень приятно, очень здорово то, что именно собрание сочинений Чехова было выпущено одним из первых изданий советской власти. И в этом томе «Остров Сахалин». Два таких томика. Пожалуй, только в ссылке и «Гусев». Там есть непосредственные упоминания об этой поездке. А в других произведениях этого нет. Хотя, когда спрашивали, Антон Павлович, он говорил, странно, мне кажется, все про Сахалинина. Но тут стоит задуматься. Это же говорит сам автор. Все про Сахалинина. И действительно, после этой поездки написаны наиболее драматические, трагические его произведения. Палата номер шесть, «Вовраги». И написаны, по сути дела, все пьесы, Антона Павловича, начиная с «Чайки». Он большинство из них называл комедиями, но мы знаем, что это за комедия. В этих пьесах такая боль за человека, за его судьбу, понимание, сочувствие, сострадание. Нам, сахальницам, дорога память об Антоне Павловиче Чехове, как человеке-гражданине, который первый возбудил к нему интерес. И поэтому у нас в Александровске с гордостью произносят имя Антона Павловича Чехова. Ведь нет того населенного крупного пункта, где бы что-то не напоминало об его памяти. Как бы ни были полны печали произведения Чехова, мы всегда слышим в них голос надежды. В его мироощущении торжествует всепобеждающая вера в человека, любовь к немеркнущей красоте жизни и восхищение вечно живой, окрыляющей душу природой. КОНЕЦ Грабль уходит в океан. Остов теряется вдали и вскоре исчезает за линией горизонта. А наверху в это время в той стороне, где заходит солнце, скучиваются облака. Одно облако похоже на триумфальную арку, другое на льва, третье на ножницы. Из-за облаков выходит широкий зеленый луч и протягивается до самой середины неба. Немного погодя рядом с этим ложится фиолетовый, рядом с этим золотой, потом розовый. Небо становится сиреневым. Глядя на это великолепие, океан сначала хмурится, но скоро сам приобретает цвета ласковые, радостные и страстные, какие на человеческом языке назвать трудно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok